Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фоблинкс. В этом видео вы узнаете, по какой причине хэтит Лису, как обстоят дела с драмой, в которой появится Джи Су, и возможен ли выход ещё одного альбома Блэк Пинк. Начнём от плохого к хорошему. Как вы могли заметить на энкоре шоу Инки Гайо, по лицу Лисы было понятно, что ей грустно, но всё же она старалась улыбаться и не показывать свою грусть остальным. Наверное, она просто была вынуждена не показывать грусть, ведь у них идёт промо с новыми песнями. Так ещё они в очередной раз одержали победу на музыкальном шоу. Есть много причин для такого выражения лица. Недосып, усталость и тому подобное. Но вероятнее это из-за хейта в её сторону, от её же земляков. Я не буду говорить здесь о происходящем в Таиланде. Если вам интересно, вы можете почитать новости. Причина хейта состоит в том, что её и других тайских айдолов обвиняют в том, что они никак не комментируют подобной ситуации. Но ведь это не означает, что Лисе безразлично происходящее на её родине. Как мы знаем, артисты чуть ли не собственность компании. Что говорить и что делать решают не они, а их компания. И так как совсем недавно был скандал с медработниками, после жалоб которых в клипе Love Seagirls удалили сцены Смит и Строй Дженни, навряд ли Лисе разрешат высказаться о ситуации в её стране. Достаточно знать, что она любит и уважает свою страну, и продолжает находить силы, чтобы создавать прекрасные выступления и развлекательный контент. В связи с этим даже запускали тег «Мы любим тебя, Лиса». Теперь перейдём к более положительной части. Об участии Джису в дураме «Подснежники» в главной роли стало известно ещё летом, и после появлялась информация о новых актёрах, возможных сюжетах. Об этом я говорил в одном из предыдущих видео, ссылка будет в описании. Недавно стало известно, что 23 октября начались съёмки, а выпуск сериала планируется в следующем году. Есть ли среди вас те, кто смотрел дурамы с участием Джису? И сколько тех, кто ждёт грядущую дураму? На десерт я оставил самую прекрасную новость о возможном камбэке в конце года. Недавно один из аналитиков поделился тем, что продажи физических копий альбомов компании YG будут расти, так как ожидается ещё один камбэк Blackpink с альбомом. Я думаю, с мини-альбомом. Ещё недавно в маркете приложений появилось приложение под названием Blackpink Lightstick версия 2. Возможно, логотип, который мы видели до этого в клипе Ice Cream, Love Seagirls и на клоне Розе, это и есть новый лайтстик. Либо это логотип возможного альбома, выход которого планируется в декабре. Надеемся, это так. Ведь неспроста нам несколько раз показывали этот логотип, выполненный в форме сердца, которое поделено на три части. Если вы смотрели, а я надеюсь, вы смотрели документальный фильм о Blackpink, если нет, то посмотрите мой пересказ. Ссылку оставлю в описании. По нему нам становится известно, что в альбом попали далеко не все песни. Тедди сказал, что есть много материала Blackpink, который хранится в студии. Один из них это трек Ready to Love, которую девушки записывали в студии. По теории, это продолжение Love Seagirls. Если вы не видели теорию, ссылку также оставлю в описании. То есть, больные от любви девушки поют о любви, а в клипе нам показывают бурную историю их отношений, заканчивают песню словами, почему мы все еще ищем любовь. И логично, если далее они выпустят Ready to Love, то есть готовые любить снова. Поэтому, думаю, не зря нам оставляют такие подсказки, как таинственный логотип, который заметил почти каждый, и запись песни, не попавшую в The Album. Как вам последние новости Blackpink? Как думаете, возможен ли четвертый камбэк за год? И как бы вы назвали этот альбом? Оставляйте свои варианты в комментариях. Вдруг один из вас окажется прав. На этом пока все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.